Филипп Соколенский, наставник Динамо, вы вместе с нами. Филипп Соколенович, сначала такой вопрос. Вы второй тур подряд руководите двумя командами. Насколько это тяжело? Ну, у нас большой тренерский штаб, да, в отсутствии Дмитрия Вячеславовича. Сегодня Михаил Юрьевич был главным тренером, мы ему помогали. Вот, и, считаю, справились с этой задачей. Второй тур подряд, да, 2003 год, выигрывает. Причем выигрывает, я считаю, по делу. Да, тяжеловато было в отсутствии трех ключевых футболистов у нас. Были травмы, ребята за Динамо-2 заиграны. Ну, в целом, я считаю, что ребята заслужили сегодня победу. Честно говоря, для меня сегодня большим удивлением, то, что первый темп прошел, в общем-то, довольно незрелищно. Или все-таки был какой-то план, прежде всего, сдерживать чужие атаки, чем и свои сооружать? Ну, был план перед игрой, и Дмитрий Вячеславович также нам обозначил, что мы будем играть, наверное, больше, ну, не то, что вторым номером, да, выжидать, а посмотреть, на что, как соперник выходит из обороны, да. Да, мы посмотрели, в принципе, центральные защитники просто в длину играли, да, и у нас там вратарь эти мячи все почистил. Так что был план, который сработал на первый тайм. Я так понимаю, что в этот план еще, ну, скажем так, поддерживает этот план тот факт, что команда очень здорово отрабатывает работу на тренировках именно позиционной обороны, потому что сегодня команда отыграла в этом отношении почти идеально. Ну, знаете, как бы у нас перед каждой игрой недельный цикл, мы который проводим относительно соперника, да, и с Краснодара мы перестанговали, да, первый тайм здесь, мы играли почти вторым номером, можно сказать, вот, и, ну, сработало, и тот, и этот план раз выиграли. Спасибо, большое, удачи вам в грядущих сражениях. С нами капитан «Динамо» Богдан Кижабкин. Во-первых, с победой, во-вторых, насколько велика степень усталости после этого матча, учитывая, что работа была проделана колоссальная? Ну, конечно, очень сильно устали, но так и даются победы. Работали, вся команда молодцы. Как ты оценишь выступление «Динамо», особенно во втором тайме, когда команде по большей части пришлось играть без мяча и обороняться позиционно? Ну, отлично сыграли на ноль, самое главное, уже не проиграть, если сыграешь на ноль, а забили, уже играли так, как мы хотели, потому что вели в счете и добились победы, это самое главное. То есть мяч, забитый Жуковским в начале второго тайма, был очень вовремя и не заставил вас перестраиваться? Ну, конечно, да, вышли во второй тайм, чтобы уже забивать, и самое главное сыграть в обороне на ноль. Богдан, в «ЮФЛ-1» часто бывает такое, что в следующий матч команда входит с совершенно иным составом, поскольку «Динамо» – это еще и молодежная команда, это еще и «Динамо-2». Впервые, наверное, так получилось, что состав команды от прошлого матча почти не отличался. Насколько это удобнее? Ну, это, конечно, удобнее, потому что готовимся к матчам, следим всем, хотят играть, и, слава богу, что вышли в таком составе, в таком победном составе с Коснодаром. Спасибо большое, удачи в грядущих сражениях. С нами полузащитник «Локомотива» Данил Котельников. Это был чрезвычайно тяжелый матч, в котором «Локомотив» не сумел создать большое количество моментов. В чем причина заключается, на твой взгляд? Ну, мы держали мяч, они очень хорошо оборонялись, мало обостряли, в общем, хотели как можно. Ну, если так говорить, то мало обостряли, в общем, так, ну что, боялись, в общем, да. Что-что, контратаку опять получим, забьют. Может быть, два матча за четыре буквально дня – это слишком много, учитывая, что поддерживать и вообще темп высокий сегодня задавать было сложно? Ну, конечно, сложно, я не спорю, но... Не, было сложно, да, четыре дня – это, на самом деле, очень трудно. Многие, конечно, будут, у кого-то будут ноги сводить, у кого-то сводить, но мы будем готовиться к чему-то все равно же. Это наше будущее, будем все выдерживать, стараться играть дальше. Да, не могу не спросить об эпизоде, который стал в этом матче решающим. Что ты видел, как ты видел этот эпизод с пенальти? Да, пенальти на самом деле не было, мы все команды пересмотрели в раздевалке. Если показать, то, я не знаю, вот если дать резервному арбитру, он же все равно сидит, только замены выкладывает, ну, то есть, на своей табличке. Дайте ему планшет, пусть смотрит, там же повтор показывает, но ее фейл раз. Ну, фейл раз, пусть смотрит повтор и говорит, судья принимает решение, как ВАР, допустим, в РПЛ, там, во всех других лигах мира. Ну, пенальти не было, мы все пересмотрели, там чистая игра плечом была. Удачи в грядущих сражениях, всего доброго, спасибо большое. С нами Алексей Румянцев, наставник «Локомотива». Алексей Андреевич, чрезвычайно тяжелый матч, в котором у «Локомотива» практически даже не было моментов. По-вашему, в чем причина? Ну, причина, наверное, в «Динамо», в первую очередь. Конечно, в нас тоже мы будем разбираться, смотреть, анализировать, почему не получается, да, создать, наверное, больше острых моментов в атаке, да. Есть какие-то кадровые потери, но будем думать, смотреть. С вами я согласен абсолютно, что пока в атаке мы только хотим играть лучше, но не все получается. Я думаю, что, наверное, сложно говорить об этом в отношении 17-летних в основном парней, которые составляют костяк команды «ЮФЛ-1», но все-таки два матча за четыре дня – это довольно тяжелая история, правда? Ну, это тяжелая история, но я, как бы, на это, наверное, не то, что… Я не стал бы на это заострять внимание. Я думаю, мы должны все равно адаптироваться к этим условиям, потому что все эти плоды, они восстанавливаются, должны, наверное, чуть побыстрее. Я думаю, с этим не связано. Какой-то усталости не было перед игрой, и неплохой темп держали всю игру. Поэтому не думаю, что связано с какой-то усталостью. По ходу второго тайма, в особенности, когда необходимо было добавлять, не было ли желания как-то видоизменить схему, добавить еще одного нападающего? Мы пытались, да, были изменения, наверное, возможно, просто не все это заметили. Были перестановки по игрокам, да, пытались усилить именно игру в атаке. Но это, наверное, больше привело к такому, знаете, к хаосу, так скажем, да, когда уже стали, просто уже перешли на навал, пытались отыграться. И, наверное, это тоже играет свою роль, это мешает. Потому что нужно все-таки до конца быть организованными, до последней минуты. Тогда, наверное, будет больше шансов, чтобы отыграться. Ваше право дать любой угодно ответ на мой вопрос, но я не могу его не задать. Ваше мнение по поводу ключевого эпизода, который произошел в этом матче на 48-й минуте. Я говорю про пенальти ворот Локомотива. Ну, я думаю, судья ошибся. Ну, да, думаю, там ошибка была. Ну, еще раз пересмотрим. То, что мы увидели с ракурса, да, с камеры, на мой взгляд, руки не было. Спасибо большое, удачи вам в будущих сражениях. Всего доброго.